Привет! Я твой виртуальный ассистент, а ты смотришь третью серию мобильного сериала «Шифропанк» о прошлом, настоящем и будущем интернета в России. В прошлых сериях мы обсудили вероятность глобального отключения интернета и более вероятные блокировки отдельных приложений и сервисов. Если вы их еще не видели, то посмотрите и возвращайтесь. Сегодня мы поговорим про альтернативы популярным сервисам, которые построены по принципу децентрализации данных. Это позволяет им быть более защищенными от блокировок, слежки и утечки данных. Начнем с того, что существует три типа систем распределения информации, по которым работают те или иные сервисы. Централизованная, децентрализованная и распределенная. В централизованных системах все пользователи подключаются к одному главному серверу, где хранятся все данные. По такому принципу и работает большинство сервисов в интернете. Они проще в разработке и обслуживании, но подобные централизованные сервисы часто бывают замечены в цензуре, утечке незашифрованных данных и в передаче данных правоохранительным органам. В децентрализованных системах нет одного владельца. Пользователи используют несколько узлов для связи друг с другом, каждый из которых хранит копию ресурсов, к которым можно получить доступ. Такой тип архитектуры более устойчив к блокировкам и безопаснее для конечного пользователя. Распределенная система похожа на децентрализованную, но в ней абсолютно все пользователи имеют равный доступ к данным, хотя при необходимости могут быть включены разные права доступа. Лучшим примером распределенной системы является сам интернет. Кстати, сюда же можно отнести браузер Tor, который позволяет находиться в сети полностью анонимно. Но как раз во время монтажа этого видео появились новости, что и этот сервис в России пытаются заблокировать. А теперь давайте чуть подробнее поговорим про децентрализованные сервисы и принципы их работы. Начнем с Дельта-чата и расскажет нам про него одна из его разработчиц – Ксения Ермошина. Во-первых, Дельта-чат не использует номер телефона, то есть мы не используем мобильные номера как способ идентификации пользователей, а используем только имейл. То есть, чтобы создать аккаунт на Дельта-чате, достаточно зарегистрироваться с помощью любого имейла, поэтому у нас и нет своих серверов. Дельта-чат использует сервера имейл-провайдеров, на которых пользователи решают создать аккаунты. Это очень хорошо в странах, где, например, как в России, все сим-карты выдаются по паспорту. Наши номера мобильных телефонов – это очень чувствительная информация, которая может о многом сказать. От того, где мы живем, до того, что мы покупаем, с кем мы общаемся и так далее. В этом смысле Дельта-чат за счет того, что мы отказываемся от номеров телефонов, дает дополнительный уровень защиты. Дельта-чат – это альтернатива всем централизованным мессенджерам, но также можно найти аналоги и других популярных сервисов. Вместо Твиттера, который, кстати, продолжает замедляться на территории России, можно попробовать найти новых единомышленников в микроблогах на Мастодоне. На случай, если в России однажды заблокируют и YouTube, вот его аналог с децентрализованной архитектурой – PeerTube. И даже децентрализованная социальная сеть уже существует. Если контакт, Facebook и, прости господи, одноклассники вам надоели или не вызывают доверия, добро пожаловать в диаспору. Естественно, все ссылки мы добавим в описании под видео, чтобы вы могли самостоятельно оценить перечисленные сервисы. Конечно, у каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Централизованные сервисы зачастую популярнее и функциональнее, а децентрализованные и распределенные могут понадобиться далеко не каждому пользователю. Но мы живем в такое время, когда без интернета уже сложно представить свою работу и быт, а ограничений и блокировок со стороны государств и корпораций становится все больше. Кстати, децентрализация защищает еще и от слежки. Возможно, прямо сейчас кто-то читает вашу переписку или смотрит на вас через веб-камеру. Ладно, ладно, я шучу. Или нет. Об этом мы и поговорим в следующей серии. Отключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok